МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему непосредственно перед судебным заседанием представили они заблаговременно до судебного заседания, чтобы у суда и у стороны ответчика была возможность ознакомиться с измененными исковыми требованиями, учитывая объем их, представленный на пяти лета? Физически вот только сегодня мне сбросили, я распечатал, и прямо здесь у нас в канцелярии подписывал все это, я физически не успел, представителю ответчика я отдал экземпляр. Только что? Да, только что, но перед судебным заседанием. Физически просто на удовлетворении ходатайства на значение экспертсизы не настаиваете? Нет, потому что в этом нет уже селезообразности. И с учетом того, что мы из материала, где вы видели всю эту обстановку, с учетом того, какую консультацию я дал как специалист в энергетике, соответственно, пришли к выводу, что правильнее требовать... Вы же улыбаетесь. Пожалуйста, поясни. Да, я специалист в энергетике, в прошлом образовании энергетическое, работаю по специальности очень долго. Значит, правильнее требовать, на наш взгляд, не возмещения в связи с новым подключением, а все-таки требовать возобновления подключения, которое было, соответственно, договор был заключен, технологическое присоединение существовало. В этих рамках мы будем... Скажите, пожалуйста, в Вашем заявлении об изменении предмета ни одной нормы права не указано, на которую вы ссылаетесь в основании сейчас изменения исковых требований. Ни одной нормы права. На какую норму права вы ссылаетесь? Мы в предыдущих судебных заседаниях неоднократно с предыдущими представителями выясняли нормы права. В прошлом заседании до объявления перерыва мы выяснили, что это 475-я статья Гражданского кодекса. Сейчас Вы изменяете предмет иска, меняете требования кардинально, и при этом Вы не указываете норму, на которую Вы ссылаетесь. Очередной раз. Обращаю Ваше внимание. В самом начале написано, в соответствии с пунктом 1 ст. 39 Гражданского кодекса. Это основание для... Это право сторонное исца на изменение предмета иска 39-го. А это норма, на которой Вы основываете требования. Не на основании которой Вы изменяете предмет иска, а норма, на основании которой Вы заявляете сейчас такие требования. Я могу, чтобы он параллельно не разговаривал, чтобы все... Вам вопрос задали в суд. Отвечаю, значит, с учетом того, что я уже это говорил в прошлом судебном заседании, мы находимся в суде общей юрисдикции, а не в арбитражном суде. Для того, чтобы рассмотреть наши исковые требования, достаточно, скажем так... Суд Вам сразу указывает, что Вы неверно трактуете положение действующего законодательства. Неверно. Вы трактуете Вам, на это суд сразу указывает. При рассмотрении спора в гражданском правовом порядке норму, на которую ссылается и которую обосновывает свои требования истец, должен указать сам истец. Суд самостоятельно норму, которой следует руководствоваться, не выбирает. Вам суд разъяснял это в прошлом заседании до выявления перерыва. У Вас была возможность это проверить, если Вы не доверяете тому, что говорит Вам суд. Уважаемый суд, Вы позволите меня перебить? Все-таки позвольте, я закончу мысль. Но с учетом того, что Вы мне сказали, я еще раз повторю. Мы находимся в суде общей юрисдикции. На эту тему есть разъяснение Верховного суда. Пожалуйста, в каком разъяснении? Я не буду заниматься обучением судебного. Не нужно заниматься обучением. Вы бросаетесь голосовыми фразами. Если Вы ссылаетесь на конкретную норму, пожалуйста, укажите либо норму, либо разъяснение Верховного суда. Если у Вас будет терпение, Вы меня дослушаете до конца. Пожалуйста. Значит, продолжаю. Я считаю, что мы находимся в суде общей юрисдикции. Вы можете думать как угодно. Ошибочное мое мнение, ошибочное. Заблуждаюсь я, не заблуждаюсь. Но для того, чтобы подать исковое заявление, для того, чтобы изменить исковые требования, необязательно ссылаться на конкретные нормы права. Мы находимся в суде общей юрисдикции. И подавать может любой человек, даже юридически неграмотный. Главное указать нужные обстоятельства, нужные доказательства предоставить. А уже суд будет ссылаться на нужные права. На нужные нормы права. То, что Вы говорите, что здесь не указаны нормы права, это не так. Здесь указаны нормы права. Сейчас у нас есть постановление правительства Российской Федерации. Это не норма права. А что это? Суд не будет заниматься разъяснением Вам положения. А мне не надо разъяснять. Нормы права состоят. Это я вынужден сейчас этим заниматься. Нормативно правовые документы состоят из законов, из подзаконных актов. Это постановление правительства Российской Федерации и указов президента. Я просто не понимаю, зачем я этим здесь занимаюсь. Здесь есть конкретные правила. У Вас есть юридическое образование? У меня есть энергетическое образование. Юридическое образование есть? Вы сейчас хотите меня что-то чем-то... Вы почему суд спрашивает, чтобы понимать, имеете ли у Вас опознание в данной специфике? У меня есть огромные познания в данной области. Образования нет у Вас? Я еще раз говорю, у меня есть достаточно знаний и опыта. И образование. И представитель ответчика может ермичать и сколько угодно. То есть установление правительства, по Вашему мнению, менять самим медико. Значит, я сюда пришел защищать интересы, а не выслушивать в отношении себя лично какие-то претензии. А претензии не предъявляет. Да тогда не надо спрашивать, есть у меня образование или нет. Требуется образование? Не требуется. Тогда не надо мне вопрос такой вопрос задавать. Продолжайте отвечать. Когда можно в архитектурном суде, предоставлю такой диплом о высшем энергетическом образовании. Поэтому прошу корректно себя вести. Суд абсолютно корректно себя ведет. Вам задается судом вопрос. А Вы прошу, пожалуйста, отвечать на поставленный судом вопрос. Вы не говорите, постоянно перебиваете. Я прошу сделать замечание представителю ответчика, чтобы вот эти вот инию, не надо это изображать. Играть на публику. Продолжайте. Здесь нет у публики. Представитель ответчика, пожалуйста, давайте исключим выражение эмоций. Я в мочестве уже никаким образом вообще не выражаю. Значит, я продолжаю. Значит, право уточнить и изменить исковые требования, это принадлежит ИСЦУ. В данном случае мы уточняем размер убытков. А именно, мы убираем требования о возмещении убытков по возобновлению подачи электроэнергии путем новой точки подключения. То есть на полмиллиона. Также мы убираем требования на возобновление путем новой скважины. Мы это тоже убираем. Но мы оставляем те убытки прямые, ущерб, который был причинен в результате отключения. Это вот то, что там фильтры разморозились. И мы добавляем главное требование, какое должно быть было изначально, а убытки это производные. Требование возобновить, потому что отключение было незаконным. Я могу, конечно, сейчас более подробно сказать, потому что нами сегодня подано заявление фрагментельного органа. Я прошлый раз объяснял, для чего нужно фиксировать, что кто еще будет говорить, какие материалы делают. Потому что на данный момент выясняется, что есть признаки и вымогательства, и мошенничества. Потому что вот эта вот ситуация, когда человека вынуждили заплатить полмиллиона за то, что у него уже есть. Понимаете? Оплатить то, что у него есть. Это мошенничество. Соответственно, сейчас этот договор приостанавливается. Будут эти деньги обратно возвращаться. Я говорю про технологическое присоединение. Мы сейчас требуем возобновить поставку электроэнергии в Живую Думу, который был технологически присоединен. Мы в правительственном судебном заседании выяснили, что был отдельный счетчик, отдельная оплата была. Соответствующие пункты, которые там указаны, они об этом говорят. Есть такие правила недостиминационного доступа, которые жребны правительством Российской Федерации. Это все нормативные акты. Есть и другие правила. Это документы, с которыми я непосредственно много лет работал. Все эти договора я наизусть знаю. Даже несмотря на то, что прошло столько много времени. Я говорю, работал в должности, в том числе начальника договорного отдела. Холл регион энергозбыт. Я непосредственно заключал эти договора. Это протоколы разногласий согласовывались с прочим. Я знаю, что приложение один. Я знаю, что там должно быть указано. Я знаю, как вносятся изменения. Здесь меня учить не надо. Поверьте, я любого юриста заткну в этой области. Поэтому изначально я сказал, что эту область я буду вести отдельно. Адвокаты будут по другим вопросам. Но мы сейчас выяснили, я до них донес то, что правили требовать все-таки через суд именно возобновления поставки электроэнергии и воды, тоже коммунального ресурса. Простите, пожалуйста, а вы сообщите, когда вы закончите, чтобы суд имел возможность сам вопрос задать? Все, я, в принципе, высказал, да? Высказали? Да. Просто могу добавить дополнительно. Вы можете говорить, да, если вы полагаете, что суд перебивает? Нет, нет, нет. Хотя суд может перебить вас в любой момент и задать вам соответствующий вопрос. Это право суда, и это не считается решением... Вы, главное, не дайте знать, хотите перевить, я тогда буду знать. Позвольте, пожалуйста, мы еще не разрешаем доходиться-то пока что. Позвольте, пожалуйста, на 475-ю норму-то ссылаетесь или нет? ГКРФ заявляет данные требования. Оставляете эту норму? На данный момент мы ссылаемся на 15-ю статью гражданского года. Это по первому требованию 15-е убытки, по первому требованию 59-161, мы это поняли еще с прошлого заседания. А вот по второму и третьему требованию, которые сейчас, на 475-ю высылаетесь, или... На данный момент к договору купли-продажи объекта недвижимости у нас замечаний нет. Так это дом был продан, в надлежащем состоянии претензий нет. То есть в надлежащем состоянии? Да, с коммуникацией, с электроэнергией, с водой. Поэтому мы и уточняем исковые требования, потому что мы сейчас выясняем. Хорошо, понятно. Тогда скажите, пожалуйста, чем предусмотрено возложение на ответчика обязанности восстановить электроснабжение и водоснабжение, возобновить технологическое присоединение к электрическим сетям и обеспечить подачу холодной воды належащего качества в указанном доме? Чем предусмотрено, что именно ответчик должен производить эти действия? Потому что именно ответчик, как мы выяснили в предыдущем судебном заседании, я так понимаю, это не оспаривалось и в предыдущем судебном заседании, именно ответчик произвел данное вмешательство, уже существующую сеть электроснабжения. То есть он нарушил правила недискриминационного доступа, где прямым текстом сказано, что это запрещено делать. Я говорю, цепочки в это электроснабжение может быть там очень много потребителей. То есть в данном случае, по данным требованиям, вы тоже ссылаетесь на статью 15 Гражданского кодекса и 10.64 Гражданского кодекса. Правильно суд понимает? Да. Нет, но мы там будем ссылаться именно на постановление правительства РФ, соответствующий раздел об энергетике Гражданского кодекса. Здесь сейчас мы не стоим в дополнениях, которые мы дополнительные. Почему дополнительные? Вы должны на момент подачи иска уже представить свои требования, чтобы суд их мог оценить. Требования предоставлены. Вам суд разъяснял в прошлом судебном заседании, что дело у нас в производстве с 21 марта 2023 года. Я понимаю. Сейчас, учитывая срок рассмотрения дела, вы нам приносите новое изменение исковых требований. И сейчас поясняйте, что вы в будущем еще намерены что-то уточнять. Почему бы вы не сформировали свою позицию в полном объеме к настоящему судебному заседанию? С учетом того, что при подаче изменений в иски, рассмотрение начинается с самого начала. А общий срок рассмотрения дела, он же исчисляется с момента подачи? Я вступил буквально недавно. Вот это, скажем так, изменение в исковых требованиях связано в том числе и с моим участием. Вы уже ровно месяц практически как вступили в рассмотрение дела. И почти через месяц нам приносите изменение исковых требований. Нет, это было сознательно с материалами дела. Я вот поучаствовал в судебном заседании. Мы не быстро пришли к такому, понимаете, там уже создавалось определенное мнение. То есть вы полагаете, что поскольку ответчик произвел какие-то действия, которые привели к прекращению подачи электроснабжения и водоснабжения, то он должен и восстановить электроснабжение и водоснабжение? Правильно суд понимает? Он совершил запрещенный законодательством действия. Он ограничил в потреблении, я в частности электроэнергии, потребителя. Вот на данный момент я говорю, что мы готовили заявление об изменении исковых. То есть в принципе не обязательно. Просто это заявляется, что вот такие требования будут предмет. А основания как бы они те же самые. Вот есть факт отключения. А дальше уже доводами мы обоснуем, какую конкретно норму права была нарушена. Хотя в принципе об этом здесь сказано. Мы были сегодня уже нам указать норму права, которая была нарушена. Хорошо. Есть правила заключения законодательства, по-моему, номер 442. Вы в будущем намерены уточнить? Конечно. Сейчас вы не готовы ответить? У нас физически не было времени. Я вам объясняю, что вот это вот напечатано, сбросили мне по электронке, я его распечатал и вынужден был подписать и вам сюда передать. Почему? А вы почему не подготовились тогда к судебному заседанию, самостоятельно не подготовили уточнение требований? Данный вопрос требует времени, понимаете? У них недостаточно времени. Объемный вопрос. Сейчас готовится к чему? Сейчас мы будем готовиться к новым исковым требованиям. Каким? Еще будут новые требования? Нет, вот которые заявлены. Вот это исковое требование о возобновлении, это дополнительное требование. На тех же самых основаниях, но дополнительное. То, что касается убытков, в принципе, по большому счету ничего не изменилось, только убрались дополнительные вот эти вот с тех присоединениями. И колодцем. Осталось только вот то, что было повреждено, прямой ущерб от отключения электроэнергии. То есть мы заменили требования на возмещение убытков в связи с новой точкой подключения, с новым колодцем, на то, чтобы просто возобновить поставку электроэнергии и воды. То есть участок ответчика. То есть ответчика через свой участок, через свою точку присоединения к электроснабжению, через свою скважину должен поставлять ресурсы воды и электричества ИСЦУ. Правильно вы понимаете? Да с чего вы взяли, что это его? Не его, это не точка присоединения. Вы можете улыбаться. Да, договор. Вы полагаете, что точка присоединения принадлежит ИСЦУ и скважина, в том числе, присоединяется ИСЦУ? Конечно, конечно. А требования относительно данной точки присоединения и скважины вами тогда заявляются? Не надо никаких заявлять. Это присоединение уже существует. А почему она находится, скажите, пожалуйста, на территории земельного участка, который принадлежит ответчику? Вы понимаете, в чем особенность? Вот я когда разговариваю с юристами, с энергетиками, они задают такие вопросы. Понимаете? Потому что так устроено энергоснабжение. Так устроено энергоснабжение. Невозможно... Ну, смотрите, можно я на листочке нарисую? Нет, ну, вы ответьте, почему вот точка подключения и скважина находятся на земельном участке, который принадлежит ответчику? Вы это оспариваете? Нет. Не оспариваете. То есть подтвердяется, что на земельном участке ответчика. Где вы можете ходить? Скажите, пожалуйста, какие тогда основания подключать? Сервитут заключается? Значит, послушайте, пожалуйста, вот внимательно. Я попытался донести в прошлом судебном заседании. Не имеет значения, где находится точка подключения электроэнергии. Невозможно физически подключиться, кроме как там, где сеть проходит, понимаете? Вот точка подключения может быть только здесь. Вот я потребитель. А чем предусмотрено, что она может только здесь быть и только в том месте, где она у отвечает? Значит, я хочу заключить договор о энергоснабжении. Я построил, что он говорит, дом. Построил дом, у меня есть коммуникации, все, у меня есть кабель. Дальше я иду к гарантирующему поставщику. Говорю, я хочу подключить свой жилой дом, там любой объект, не важно, жилой, не жилой, к электрическому. Они говорят, для того, чтобы вам это сделать, вот там техусловия. Там написано, значит, получить техприсоединение. Там все-все-все прописано, иду в сетевую организацию, они с ними заключают отдельный договор, роют траншею, определяют. Проект обязательно делается. Все это утверждается, и в соответствии с нормативами, либо воздушка прокладывается, либо карабельная линия, может даже та самая. То есть, в зависимости от ситуации. А если эта линия прокладывается через земельный участок, который не принадлежит... Нет, да слушайте, если эта линия прокладывается через земельный участок, который не принадлежит ИСЦО, вы полагаете, что ИСЦЕРЦ имеет право пользоваться данным? Ну вот, для этого и выдаются технические условия. Там, значит, будет одним из пунктов, как этот вопрос должен быть решен. Знаете, что такое все обедут? Знаю. Вот, значит, в технических условиях, если иным образом нельзя это сделать, в обход этого земельный, значит, об этом будет условно. Но вопрос в следующем, что вот этот земельный участок, вот этот вот объект, скажем так, он уже имел точку присоединения. И мы смотрим, если в договоре прописано 37,5 киловатт мощности. То есть сейчас, если получать новую точку присоединения, это еще плюс 15 к этому, понимаете? Скажите, пожалуйста, а почему ИСЦЕРЦ, если полагает, что точка присоединения принадлежит ему, и она расположена на земельном участке ответчика, зачем он идет к поставщику электроэнергии, заключает договор о меркоснабжении, оплатит 500 тысяч? Есть еще доказательства, чего вы представили в прошлом? Объясняю. Вот. Я сам был оборудован. На словании этого под заявление в правоохранительные органы. По факту признаков вымогательства, мошенничества и угрозы к убийствам. Кем? Кем? Председателем вот этой организации, ДНТ, КОЛА и... Его заставили заключить договор? Да, получается, что вынудили. И заплатить 500 тысяч. Да, он это сделал. Ты говоришь, у меня есть это заявление, мне буквально сегодня его сбросили, оно подано. Я могу его зачитать, если вам интересно. Ну, нужно, оно не относится к применению. Я вам просто объясняю, что в заблуждение ввели обманным способом, в том числе путем угроз, что вам нужно, если вы не получите свою точку, какую свою точку, у него точка есть. То есть, его сначала запугивали, в переписке там ему сбрасывали что-то, ну, вплоть до убийства. И в итоге получается, что угрозами, что если вы там не подключите, ищите этих, мы вам вас отключим. В итоге они осуществили это. Они осуществили. Конечно, он, извиняюсь за уважение, сломался. Пошел, захватил эти 500 тысяч. Сейчас он их будет возвращать обратно. Потому что точка присоединения у него есть. Если это новому собственнику, нового объекта, которого он строит или построил, нужна новая точка присоединения, пожалуйста. Но на данный момент точка присоединения, она есть, в том числе от нее запитан и ответчик. Скажите, пожалуйста, а почему при заключении договора о купли-продаже дома и земельного участка истец не указал свои замечания в том плане, что в договоре не указано, что передается скважина и передается точка присоединения также собственности? Уважаемый суд, этого не требуется. Не требуется по законодательству. Более того, есть прямые нормы прописаны о том, чтобы даже счет, который выставляется, там не обязательно указывать фамилию, имя, отчество. И договор считается заключенным с момента, как собственник вообще новый стал, понимаете, с новым собственником заключенным. Это прописано в документах. 71-й пункт. 71-й, 72-й правил заключения договоров о энергоснабжении, вот как раз утвержденное постановлением правительства Российской Федерации 442. Я по памяти говорю, я просто сейчас не проявляю ничего. Но это писал юрист, а не энергетик. Вот когда я буду доводить свои доводы по поводу электроэнергии, я вам конкретно на все буду показывать, что точка присоединения есть, от которой питается несколько потребителей. На данный момент за электроэнергию могут, как они говорят, складчину платить все. Не важно. Главное, что нет бездоговорного потребления. Все, что потребляется, все за это денежку платят. А кто платит, для гарантирующих поставщика значения не имеет. Главное, чтобы не было безучетного потребления, воровства так называемого. Понимаете? Более того, даже есть индивидуальный счетчик, как выяснилось. На протяжении недельного времени конкретный человек, конкретный объем своего потребления оплачивал. Более того, есть факт смены собственника. То есть, в принципе, он уже является правоприемником этого договорного снабжения. Ему только достаточно подписать с сайта гарантирующего поставщика проект договора и направить. Просто поставить их в известность. Все. Дальше они подписывают, вносят изменения во все остальные договора. С ДНД Кола вычет делают соответствующий. С Фишером свой вычет делают. И все счастливы. Все получают основание договоров. Но на данный момент договора существуют. И у Фишера. И у Кузнецова. Давайте мы сейчас пока разрешаем ходатайство о принятии ваших измененных требований. Давайте по существу уже не будем пока переходить. Я тоже думаю, что как бы тут вопрос по существу, мы будем уже окей. Хорошо. Разрешаем тогда ваше ходатайство о принятии измененных исковых требований. Пожалуйста, вопрос у вас по... Да, у меня есть вопрос. Больше, чем я вы скажу свою позицию. Поясните, пожалуйста. Вы просите в измененных требованиях 51 тысяча убытки, если я правильно вас понимаю. Это по испорченному сантехническому оборудованию, да? Ну, как написано, что я просил. И дальше у вас идут обязательственные требования. То есть имущественных требований у вас больше нет. Значит ли это, что вы отказываетесь от ВИСКО, о... Нет, не значит. Можно я закончу? Значит ли это... А у нас лишним за скважину, 500 тысяч за подключение к электроэнергии, и там 600 тысяч за септик. Значит ли это или нет? Ну, уважаемый суд, поясню, нет, не значит. Не знаю. Отвечаю четко. То есть вы поддерживаете в том числе те требования? Нет, нет, мы извиняем. Если вы их не поддерживаете, ну тогда отказ от иска в части. Уважаемый суд, я хочу пояснить, почему мы не хотим отказываться. Потому что отказ порождает правовые последствия. А именно, что вдруг там, по другим основаниям, возможно там еще что-то... Если у нас захочется такое желание посудиться, да, условно говоря, то мы не сможем этого зайти. Если вы сейчас не отказываетесь, они у нас, эти требования и есть, и суд обязан их разрешать. Если вы от них не отказываетесь в рамках рассмотрения данного требования. Если вы так считаете, что вы можете рассматривать требования, которые мы изменили, без учета изменений, ну рассматривайте. Но отказываться мы не поддерживаем. Но не отказываемся. Мы уточнили наши исковые требования. Скажите, пожалуйста, истец в курсе того, что вы изменили требования? Конечно в курсе. Я же вам еще раз сказал, что это способно. Он отказывается от предыдущих требований? Нет, не отказывается. Я еще раз говорю, не представляю его интересы. Где письменный документ, подтверждающий то обстоятельство, что он поддерживает эти ваши требования и отказывается от этих других ваших требований? У меня доверенность, полномочия прописаны, в том числе на подписание изменений к искусству. Что и было сделано. Следующий у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, правильно я вас понимаю, что вы отказываетесь от назначения экспертизы с теми вопросами, которые вы поставили? Я правильно понимаю все решенные вопросы. Вы полагаете, что, вернее, вы просите разрешить ваши требования, так как они у вас изложены в новом вашем заявлении, просите суд возложить на моего доверителя обязанность. Обязательственные правоотношения, это статья 307. Не нуждаясь консультаций, давайте я больше. Давайте мы вопрос послушаем. Я вас не перебивала, будьте любезны, но берите степень меня послушайте. Вы дорогите, а я юрист. Понятно, да? Прекрасно. Так вот, значит, те правоотношения, которые вы просите суд разрешить, относятся к обязательственным правоотношениям. Обязательственные правоотношения, это 309 статья гражданского кодекса. Не гражданского, а гражданского. А гражданского. Поэтому заявьте, пожалуйста, норму гражданского права, то есть материального права, которое позволяет суду вынести решение в вашу пользу. Обязательное воле доверителя восстановить вам то, что вы хотите. Запишитесь на английскую консультацию, я вам такую норму забыл. Мы рассматриваем спор, и в рамках данного спора вам задается вполне обоснованный вопрос, который задавался судом, поэтому прошу вас ответить на данный вопрос. Я не понимаю, причем здесь три степени. Мы отношения к существу рассматриваем в дело данный вопрос, поэтому он не снимается. Пожалуйста, отвечайте. Я как бы отвечал на этот вопрос косвенно, прямо давайте еще раз повторю. Значит, не должен я вам тут сейчас какие-то консультации проводить, но я все-таки отмечу, отмечу. 309-я статья, на которую вы ссылаетесь, от договорных обязательств. Здесь нет никаких договорных обязательств. В частности, как минимум, электроэнергия, нет договора с собственником, соседом, скажем так, этого дома. Но вред может быть причинен и из других действий. Не договорить, не переневайте. Я говорю, я помню на ваших отношениях. Я не говорю о договорных отношениях, я говорю об обязательных отношениях. Вы хотите, чтобы мы дополнительное требование заявили, о том, чтобы в России признать незаконность, и потом возобновить, так сказать, подключение. Вы этого хотите? Правильно. Потому что, если вы просите признать незаконность, вы должны указать, какой норме права не соответствуют эти действия. И вот тут вы все равно упираетесь в положение гражданского кодекса. И какие конкретно действия? Конкретную норму вы должны указать, которая не соответствует действиям народовелителя. А вы ли считаете это необходимым делать? Уважаемый суд, я готова высказаться по заявленному ходатайству. Значит, для меня совершенно очевидно, что другая сторона не юрист, поэтому сложно беседовать на одном языке. Тем не менее, с правилами дисциплинационного доступа я знакома. И я хочу, уважаемый суд, предложить другой стороне уточнить правовое обоснование новых требований. И, кроме того, определиться в процессуальном плане с предыдущими требованиями. Поскольку, если изменяются требования, значит, часть требований уходит, а часть требований остается. Следовательно, должен поступить отказ от предыдущих требований. Если это увеличение исковых требований, значит, оно должно быть оформлено как увеличение исковых требований. То есть, если какие-то новые требования добавляются, не убирая старые. Поэтому, поскольку у нас мы юристы, я предлагаю, уважаемый суд, предоставить другой стороне достаточно времени. Я думаю, что в те 10 минуты, 3 дней ему явно будет недостаточно. Для того, чтобы он определился со своими требованиями. И в том числе, чтобы СССР подтвердил в призывном виде, какие требования он поддерживает, какие и не. Потому что иначе мы будем еще 5 лет рассматривать это дело. Уважаемый суд, можно сделать ремарочку в отношении недоюриста, а представителя ответчика? Уважаемый суд, я прошу сделать замечание. Суд пригласил приставить. Сейчас вам суд объявляет замечание. Хорошо, а ваша часть сделает замечание аналогичное данному человеку. Вам никакие подобного рода выражения допущены в отношении вас не были. Представитель СССР обращал внимание на отсутствие у вас юридического образования. Откуда она знает? Откуда она знает? Вам вопрос суд задавал. Вы на вопрос не ответили. Я ответил на ваш вопрос. Откуда вам надо делать замечание? Уважаемый суд, значит, сделаю разрешение. Зафиксируйте, пожалуйста. Во-первых, вы не сделали замечание неоднократно. Здесь ведет себя представитель ответчика некорректно. Ухмылки, ужинки, попытки какие-то непонятные задеть меня как личное достоинство. Как поставить по сомнению мой профессионализм и тому подобное. И вы на это никак не реагируете. А когда я умышленно показываю вам, что вот этот человек, ну, образно, недоюрист, потому что она мне говорит, что не юрист и недоюрист. Обращаю ваше внимание, что вам повторно объявляется замечание за повторное высказывание своих... Я вам объясняю, здесь нет высказывания. Если вы повторно сейчас допустите нарушение порядка в судебном заседании, вы будете удалены из зала судебного заседания. Уважаемый суд, скажите, пожалуйста, слово вот это я могу произносить? В рамках рассмотрения заявленного вами ходатайства, пожалуйста, ваше пояснение. Я прошу сделать замечание, как вы сделали мне замечание, что вы меня в обществе в судебном заседании не называли не юриста. Вас не называют не юристом. Как не? Давайте прослушаем, ведется аудиофиксация. Представитель ответчика указала, что вы не обладаете юридическим образованием. Она мне сказала, что вот этот не юрист, мы с вами в вашем присутствии устраиваем какую-то перепалку между собой личностью. Вот давайте ее не устраивать. Так я прошу сделать замечание, чтобы это вам повторялось. А суд вам обращает внимание. В прошлый раз вы сделали замечание и успокоились. Сейчас мы каждый раз будем заново начинать вот эту непонятную... Ведите себя корректно в судебном заседании и отвечайте на вопросы суда. Я считаю, что это не корректно, меня надо называть не юристом. Вас суд предупреждает о недопустимости нарушения порядка в судебном заседании. Я это слышал. После предупреждения вы можете быть удалены из зала судебного заседания. Мне неприятно слышать, когда меня называют не юристом. Вы не слышали? Вы суд не услышали? Я слушаю вас. Если вы продолжите нарушать порядок в судебном заседании, вас суд удалит из зала судебного заседания сейчас. В чем нарушение? Скажите, пожалуйста, разъясните, я не понимаю. Потому что вы не отвечаете на вопрос суда. Мы сейчас разрешаем ваше ходатайство о принятии изменений исковых требований. Поэтому в рамках данного ходатайства еще дополнения у вас какие? Уважаемый суд, я сейчас дам. Я просто имею право сделать возражение. Потому что я считаю... У нас ведется протокол и все ваши возражения отмечены в протоколе. Спасибо большое. Но я прошу прекратить вот это. Не надо меня в судебном заседании называть не юристом. Может, меня называют не юристом. Вам задаются вопросы, соответствующие существу рассматриваемого спорта. Надеюсь, что вы сейчас все друг друга услышали. На которые вы мне отвечаете. Я больше этого, ну, свой адрес не услышал. Я на это надеюсь. Я теперь отвечаю на ваш вопрос. Дополнения по вашему мнению? Дополнений нет. Надеюсь, что больше не повторится в мой адрес такие высказывания. Соответственно, я со своей стороны воздержусь. Не буду вас наживать тем, что вам неприятно. Что вы не энергетики и тому подобное. Пожалуйста, послушайте, я продолжу. Я хочу сказать о том, что правой стороне, безусловно, изменительская требований, но при этом должна быть определенная процедура. На мой взгляд, эта процедура не соблюдена. И в дальнейшем суеверном заседании представить, один из представителей ИСЦА, самого ИСЦА, нет, да, не может определиться, поддерживает он предыдущие требования, либо не поддерживает, либо и те, и другие требования должны быть приняты. Поэтому я полагаю, что в целях соблюдения, прежде всего, прав ИСЦА, прежде всего прав ИСЦА, да, на мой взгляд, ну, потому что мы отрядчики, как бы, мы можем исходить из своей позиции, которую будет заявлено ИСЦА. А в целях соблюдения прав ИСЦА, все-таки, предоставить ему возможность, прежде чем разрешить это подательство, упринятие, либо не принятие измененных исковых требований, как бы, вот время для того, чтобы определились с правовой позицией. По предыдущим требованиям и по-настоящему. Хорошо. Сажать. Кроме того, я, уважаемый суд, хочу обратить внимание на то, что изменение исковых требований, это, по сути, такое же исковое заявление, да, требования к исковому заявлению призваны гражданскому конкурсуальным законом. Сказано, что должны быть изложены обстоятельства, на которых ИСЦА основывает свои требования, должно быть изложено требование, должно быть правовое обоснование. В данной ситуации правовое обоснование в принципе отсутствует. Поэтому я бы предложила, с учетом того, что у ИСЦА не один представитель, не несколько представителей, и два предыдущих совершенно точно юристов, неизвестно, потому что они представили документы, подтверждающие херетическое образование. Поэтому я полагаю, а ИСЦА не юрист в том числе. Поэтому я считаю, что в целях соблюдения прав ИСЦА, прежде всего, а не ответчика даже, да, следует поступить таким образом. Кроме того, поскольку в прошлый раз было заявлено ходатайство о назначении экспертизы, мы подготовили письменную позицию по узнанному определению судов, то есть экспертизе. В этой письменной позиции в том числе, как бы, есть и ссылки на правила дискримизационного доступа, которые мы тоже просим в суд приобщить материал дела, поскольку, как бы, это имеет отношение. И они явно не соответствуют той позиции, в которой создавалась есть другая сторона. Подача электроэнергии существует исключительно на основании договора. Никакого договора между Кузнецовым, энергоснабжающей организацией, и МЕТА не было. Ну, может быть, сейчас он есть, если не хотят его расстроить, не знаю. И никакого договора на подачу воды с Фишером он также не заключал. Поэтому я полагаю, что обязательственные, то есть договорные правоотношения, здесь применяться не могут. Прошу приобщить нашу письменную позицию по экспертизе. Мы ходатайствовали о том, что в случае, если вдруг все-таки сутка идет необходимость назначения экспертизы, то мы поставили свой собственный вопрос, обосновали, почему мы считаем, что он должен быть, и предложили организацию, которая могла бы провести такую экспертизу. Кроме того, в этом самом пояснении, как бы, есть ответы на вопрос, который, по сути, сейчас стоит другая сторона. И просим приобщить правила инстинкционного доступа, на который мы создались здесь. Прошу приобщить правила инстинкционного доступа, на который мы считаем, что в случае, если суд не доверяет, я могу показать переписку, чтобы буквально с утра это все согласовывали, что это переписка именно от ИСЦ, и именно от него есть способный документ, и именно это все распечатано. Есть в этом необходимости? Просто по заявному ходатайству. По заявному ходатайству. Значит, то, что касается... Пояснение, что листец знает, вы его поставили в известность. Да, ну и полномочия плюс есть. Полномочия есть. Да. Значит, то, что касается нормативных документов, там, правила инстинкционного доступа, ну да, я не против, против бога, нормативный документ, если, говорится, одно, хотите, приобщим, как бы, хотя это не требуется по законодательству, все-таки это должны быть материалы дела, а не законодательства, мы сейчас будем приобщать. То, что касается вот этого вот дополнительного вопроса к судебной экспертизе, ну, считаю, что актуальность отпала, соответственно, и вот этот ответ, он как бы просто уже тоже отпал. Ну, здесь, но смотрение суды, я считаю, что этот документ не имеет никакого значения для дальнейшего рассмотрения дела. Я полагаю, что он имеет значение, я объясню, почему. Дело в том, что первоначальные требования были основаны на том, что передан дом, ну, как бы, передан товар не надлежащего качества, то есть отсутствия, как бы, необходимых инженерных сетей. Мы доказываем, что инженерные сети в доме были и есть, и в случае, если истец откажется от этого требования, ну, значит, этот документ просто отстанется в деле, как бы, как наша позиция по предыдущему заявленному требованию, поскольку мы не были готовы к тому, что в очередной раз у нас будет изменение требований. Уважаемый суд, можно вот речь? Я только что это сделал. И я думаю, что судебное заседание это сделали. Мы, давайте еще раз зафиксируем, мы подтверждаем, договор был продан в надлежащем виде, в том плане, что там были все коммуникации. И водоснабжение, и электроснабжение, и акт приема передачи был подписан. Претензий на момент продажи не было. В связи с этим, в том числе, и внесены изменения по предмету иска. Если у нас внесены изменения по предмету иску, поэтому в том числе, если вы считаете, что действие моего доверителя незаконны, назовите, пожалуйста, норму права, которая обязывала бы моего доверителя произвести действие. Мы сейчас разъясняем, разрешаем ходатайство, одно преобещение данных документов, и ваше ходатайство мы еще не приняли даже изменения исковых требований. Давайте мы разрешим данное ходатайство, а дальше вы уже позицию будете готовить и нам пояснить это в судебном заседании. На усмотрение суда. Да. Суд, а приобщитель материалом дела представлены представителя Морпетчика, объясненные пояснения с приложенными документами, ходатайство представителя ИСЦА об изменении предмета иска суд удовлетворяет, в порядке, кстати, 39-й ДПК раз принимает изменение предмета иска, срок по делу числа с 28 июня 2023 года, учитывая, что право представителя на изменение предмета иска задержано в доверенности, представленной в материале дела. Кроме того, представителю ИСЦА будет направлено дополнительно сообщение с просьбой необходимости указать правовое обоснование, конкретно норму права, конкретно что было нарушено и какие действия произведены ответчикам, что привело к нарушению каких прав ИСЦА, какой нормой права предусмотрено возложение обязанностей на ответчика по восстановлению энергоснабжения и водоснабжения. И представитель ИСЦА также указывается, если вдруг будет какое-то изменение, пожалуйста, к следующему судебному заседанию заблаговременно, до судебного заседания, как минимум дня за 3-4 до судебного заседания, чтобы и у суда, и у сторон была возможность ознакомиться с вашими уточнениями, с документами, которые вы приложите в обосновании ваших требований. Понятно, да? В связи с этим сегодня судебное разбирательство по делу обкладывается на 16 августа в 10 часов 15 минут.